В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. 13-километровый объезд Кириц открылся на этой неделе. Спорт и дружба – залог здоровья. Около трех тысяч студентов Рязанского медуниверситета вышли на зарядку с чемпионом. Найти свою любовь. Лось, который гулял по Рязани, пришел в город в поисках пары. В военно-промышленном банке назначена новая администрация. Ее функции в течение полугода будет выполнять агентство по страхованию вкладов. На это время полномочия органов управления банком и права его учредителей приостановлены. На прошлой неделе регулятор отключил военно-промышленный банк от системы приема платежей, после чего ВПБ ограничил снятие наличных с депозитов и банковских карт, а также перестал принимать новые средства граждан. Временная администрация должна обследовать финансовое положение банка. Московский военно-промышленный банк входит в топ-100 кредитных организаций России. В Рязани работает три отделения банка и один банкомат. Напомним, 15 сентября ВПБ приостановил работу в городе. У рязанских федеральных льготников осталось меньше месяца, чтобы определиться, будут ли они в будущем году получать набор социальных услуг или предпочтут денежную компенсацию. Сейчас в Рязанской области около 260 тысяч человек получат ежемесячные выплаты по линии ПФР, как федеральные льготники. Большинство из них выбрали денежный эквивалент набора соцуслуг, который сейчас составляет 995 рублей в месяц. Если человек, имеющий право на соцпакет, решит изменить порядок его предоставления в следующем году, заявление необходимо подать до 1 октября. В пятницу состоялось торжественное открытие движения по новой транспортной развязке автомобильной дороги М5 «Урал». Работы на этом объекте велись с 2013 года. Эта трасса соединяет Москву и Челябинск, проходя через Рязань, Пензу, Самару и Уфу. Автомобильная дорога М5 «Урал» является одной из важнейших транспортных артерий страны и одной из самых протяженных. Общая длина трассы – почти 1900 километров. Федеральная трасса М5 «Урал» входит в список самых длинных федеральных трасс России. Участок трассы, проходящий через селы Кирицы и Сушки Спасского района Рязанской области, в последние годы был одним из наиболее проблемных. Открытие объезда, строительство которого началось еще в 2013 году, означает, что участок федеральной трассы М5 «Урал», который ранее проходил через поселки Кирицы и Сушки, будет выведен за пределы населенных пунктов. А это гарант не только удобства, но и безопасности движения. Ввиду профиля дороги, ширины и полосности, пропускная способность участка была низкой. Дорожное полотно сильно износилось. Здесь постоянно образовывались пробки. 13-километровый участок четырехполосной дороги с разделением встречных полос после трех долгих лет строительства введен в эксплуатацию, что существенно увеличит пропускную способность трассы и экологическую обстановку в Спасском районе. Долгие три года и 2,5 миллиарда рублей потребовались на строительство этого объекта. Однако, несмотря на радость от появления новых качественных километров дороги, никто не забывает о предстоящей работе. Сегодняшний участок дороги первый, самый высший технической категории. Он соответствует всем международным и российским стандартам не только по качеству дорог, но и по требованию безопасности с разделением встречных потоков, освещенности участков дорог там, где это необходимо, уклонов дорог и обустройстве обочины, для того, чтобы даже те, кто попал в дорожно-транспортное происшествие, они минимизировали ущерб от этой аварии. В этом году Рязанская область получила беспрецедентные средства за счет системы Платон, взимающей плату с 12 тонников. И средства эти направлены не только на приведение в нормативное состояние региональных дорог, но и улиц города, результаты чего уже видны. В планах строительство новых развязок и объездов. По словам Максима Соколова, все нуждающиеся в реконструкции участки федеральных трасс будут приведены в нормативное состояние к 2018 году. В планах Минтранса поддержать региональные сети, в частности, Рязанскую область. Эти задачи будут решаться и дальше за счет объединения усилий Минтранса, региональных властей и Росавтодора. В Рязани протестировали первый беспилотный трактор. Машина самостоятельно обрабатывает поля и способна работать круглосуточно. Уникальное транспортное средство – результат работы рязанских инженеров конструкторского бюро «Аврора», в состав учредителей которого входит радиотехнический университет. Современный мир строится на новейших технологиях. Передовые разработки сегодня определяют глобальное лидерство стран. И рязанским инженерам есть, что предложить на рынке инноваций. Эта небольшая машина может совершить настоящую революцию в сфере сельского хозяйства. Уйдет ли профессия тракториста в прошлое? Знает эта машина. Трактора зовут «Агробот», и он является началом нового тренда – внедрения беспилотных транспортных средств в сферу сельского хозяйства. Иной уровень обработки полей – кардинально новый подход в работе фермеров. Все это под власть на Агроботу. Испытания беспилотного трактора на рязанских полях сегодня проводят инженеры конструкторского бюро «Аврора». Идея создания этой совершенной машины пришла к ним от самих фермеров. Не секрет, что в сезон посадки и уборки урожая квалифицированных трактористов зачастую бывает найти очень трудно. По словам коммерческого директора конструкторского бюро «Аврора» Виталия Савельева, доверив обработку полей роботам, можно не только облегчить жизнь фермерам, но и повысить эффективность любых работ в поле. Возможность использования беспилотной техники позволяет, во-первых, освободить людей, которые задействованы в поле от монотонной работы. То есть эту операцию можно передать на автоматику. Кабина для человека в «Агроботе» попросту отсутствует. Вместо него радары, лидары и камеры, которые позволяют системе видеть движущиеся объекты и стационарные препятствия. Установлены электромеханические блоки, которые позволяют автоматике управлять и переключать этими механизмами вместо человека. Кроме того, автономная система способна учитывать текущие погодные условия. Управлять техникой можно дистанционно, с помощью планшета или стационарного компьютера. Кстати, с одного рабочего места можно управлять до десяти роботами одновременно. В сложных ситуациях, которые искусственный интеллект не может разрешить, при возникновении, скажем, кабана на поле, не предусмотрено и не заложено в программу, машина обращается к человеку и передает фактически ему управление. Оператор решает эту задачу, приостанавливает трактор, ждет, пока кабан уйдет. Там подает звуковой сигнал, чтобы прогнать его или какие-то еще действия предпринимает. И затем снова возвращает управление искусственному интеллекту. Первый беспилотный трактор оборудован вычислительным блоком, навигационными датчиками, глонасс и GPS. Он умный, находчивый, а еще он видит то, что делает. У трактора есть даже зрение, правда компьютерное. С помощью всего этого трактор самостоятельно производит оцифровку посевных площадей и обрабатывает поля. Для фермеров нет необходимости закупать новую технику. Они могут переоборудовать уже существующий парк техники, осносив его системой автоматизации. Если говорить по экономической части этого вопроса, то срок окупаемости после установки данной системы мы рассчитываем где-то в 3-3,5 года данная система себя отбивает. Внедрив работу-огработа в поле, сроки посевной сокращаются на треть. Навигационный прибор просчитывает маршрут таким образом, чтобы накладка полос сева составляла всего 10 сантиметров, а грехов не было. Сзади закрепляется навесное оборудование. Это стандарт трехточечной подвески. Оборудование может быть абсолютно любое в зависимости от того, какие требуются проводить работы. Это могут быть плуги, косилки, культиваторы всевозможные, опрыскиватели. Во время работы с химическими удобрениями, человек, который находится в кабине, люди, которые обслуживают трактор, им приходится дышать этой химией. И как раз одним из перспективных направлений внедрения является автоматизация опыления, опрыскивания таких работ. Кстати, исключительной особенностью беспилотного трактора является еще и то, что он может работать в любое время суток. Рязанские дороги давно приобрели известность далеко за пределами региона. По этому поводу существует и множество шуток. Но сами рязанцы, хоть и относятся к проблеме с сарказмом, на самом деле глубоко взволнованы происходящим. В городе существуют такие дороги, которые не только влекут за собой ремонт автомобиля, но и настоящие трагедии. Тревогу бьют жители Соколовки. Сложно поверить, но мы находимся в черте города. Именно так выглядит улица Мира в деревне Соколовки, города Рязани. Месяц назад наша телекомпания уже навещала жителей деревни Соколовка. Тогда мы были на улице Луговой. На этот раз нас позвали жители улицы Мира. Ну я вас вызвала по поводу того, что у нас заасфальтировали одну часть дороги, нечетную. А нашу четную оставили, сказали потом. Когда это будет потом, мы не знаем. На работу надо ходить, я все хожу на работу. Бахилы надеваем, а потом бахилы снимаем на остановке. Нам даже скорая помощь не может проехать, приходят светалки, когда грязь вообще нельзя. Асфальтовую крошку привезли, высыпали на небольшой участок дороги и на этом работы закончились. Люди, мечтавшие годами о нормальном проезде, снова остались у разбитого корыта. Вылезти из грязи им, похоже, не удастся. У нас есть письмо от администрации, значит, кто там представитель, был Кулешов. И письмо дало ответ, что асфальтировать, в общем, гранулятом вот этим вот, крошкой. А когда асфальтируют, неизвестно. Письмо есть, ответ есть, да. То, что они нам это сделают, а когда сделают... Нам обещали уже лет 30, а может и больше, что все сделают, сделают, а так и ничего не делается у нас. Помимо того, что носить с собой сменную обувь давно вошло в традицию, дорога в районе становится препятствием для служб скорой помощи и пожарных машин. Жители с ужасом вспоминают истории с несчастливым концом. У нас много лет назад был такой случай, что вот мальчику было очень плохо. Скорую помощь пришлось оставить у начала переезда. И сюда бежали врачи, потом с ребенком на руках бежали обратно. И ребенок погиб. То есть вообще у нас и машина стрянет постоянно, и прожары были, не могли даже подъехать. Дом сгорел, люди погибли, не могла подъехать пожарная машина. Многократное обращение граждан к властным структурам с просьбами отремонтировать дорогу увенчались успехом. Недавно насыпали асфальтовую крошку, только совсем неравномерно. Одну часть улицы засыпали с горем пополам, другую оставили без внимания. И особенно толстый слой уложили по непонятным причинам возле одного конкретного дома. Надежда на то, что ситуация поправима, все еще теплится. Но постепенно жители улицы Мира осознают, что резиновые сапоги так и останутся их основной обувью. О том, что в ремонте нуждаются дороги во дворах не меньше, чем в самом областном центре, разговор идет уже давно. Бездорожье стало большой головной болью для горожан. Во многих дворах асфальт весь в ямах, глубина которых достигает местами до 25 сантиметров. Во время дождей образуются лужи, в которых можно повредить не только автомобиль, но и ноги. Вполне возможно, что про дороги во дворах городские власти забыли. Другое объяснение этим болезненным местам областного центра придумать сложно. Сгладить ситуацию, а заодно и дорожное полотно, например, по адресу Новоселов 35, люди пытаются время от времени самостоятельно. Засыпают периодически ямы щебенкой. Но такое лечение, как правило, влечет за собой кратковременное улучшение состояния. Первый серьезный дождь и дорога вновь серьезно больна и разбита. В первые дни лета здесь был проведен ямочный ремонт. На некоторое время местные водители выдохнули, но не прошло и нескольких месяцев, как дорогая каждому сердцу местного жителя и колесу его авто, яма вновь приобрела свою привычную глубину. Местная проблема до сих пор ждет своего ответа на славном портале с символичным названием «Исправим вместе». Здесь обещают превращать городские минусы в плюсы, надо лишь рассказать о них на сайте. Автор опубликовал пост еще месяц назад, и на фото видно, что яма вот-вот только после ремонта. Если уложены асфальтовые камни в полуметровую яму на подъеме во двор, можно, конечно, назвать ремонтом. Проблема ждет своего решения с 19 августа. В ожидании осенних дождей и жители домов четвертого квартала все в том же районе Дашковой Песочни. Эта дорога – основной въезд в микрорайон к домам, которые расположены на улице Зубковой. Здесь этим ямам позавидуют любые городские пробоины. А для жителей дорога домой превращается в ежедневное преодоление полосы препятствий. Из-за ям в асфальте их двор больше похож на военный полигон после бомбежки, нежели на зону для отдыха. Если проехать дальше, в районе Дубовой рощи такая же разбитая дорога. Кстати, это место тоже можно найти на карте портала «Исправим вместе». Под фото написано. Проблема ждет ответа. Немногие радуются наступившей осени. Некоторые из-за смены сезона впадают в осеннюю хандру. По словам психологов, осенью хандрит каждый пятый. Русский человек еще с пушкинских времен знает, что с наступлением осени сразу нужно начинать грустить. Причем чем демонстративнее, тем лучше, как делали это литературные представители российской интеллигенции. Легкой апатией и тоскливым настроением давно никого не удивишь. Как только погожие летние денечки сменяются хмурыми осенними днями, Рязань наполняется недовольными лицами, вечно спешащих куда-то прохожих. Оказывается, осенняя хандра действительно существует. Случиться она может с каждым, но есть более устойчивые люди. Как вам прекрасная осенняя пора? Очень люблю. Очень замечательно. У вас не бывает осенней хандры? Нет, никогда. Здравствуйте. Не надо спросить. Хандрите? Хандрите. Очень хорошо. А что вам нравится? Жизнь продолжается, все красиво. Хандры нет у вас? Бывает. Хандры нет? Нет. Всем так нравится осень, вот кого не спроще среди. А что, нормальная погода, теплая. Вообще, самое нелюбимое время года. Много у вас друзей, которые хандрят? Да. И я, и товарищи, и жена. Вы прям плачете все вместе? Да нет, никогда не плачем. Хандры не бывает? Бывает. Замечательно. Вам нравится? Да. А вы хандрите, по-моему, да? Да, да, немного. Более эмоциональные и чувствительные люди могут быть подвержены хандре. Под ней понимается пониженное настроение, повышенная утомляемость, нежелание что-то делать, с кем-то говорить, куда-то идти. Маленькие дети от хандры практически не страдают. Они всегда знают, чем заняться. Ну, к тому же, люди взрослые, которые испытывают сложности со своей текущей настоящей жизнью, точно имеют больше предрасположенности, чтобы впасть в хандру. Причины обретения такого состояния кроются в погоде. Становится пасмурно, световой день сокращается. Все это влияет на физиологию. Количество гормонов изменяется, что приводит к изменениям во всем состоянии человека. Если поддаваться этой хандре, можно достигнуть депрессии, что будет уже являться неврологическим психиатрическим диагнозом. Так что людям с пониженной устойчивостью нужно срочно начинать заботиться о себе. Можем делать небольшие перестановки в своей квартире, в доме, темные покрывала сменить на более светлые. Чтобы визуально делать мир чуть ярче и чуть светлее, это действительно будет помогать улучшать настроение, точно проводить время в приятных компаниях. Можно понежиться в теплых ваннах. Это бывает важно, приятно. Может быть, залежаться в кровати. Залежаться, но не залеживаться все-таки. По наблюдениям психологов, женщинам проще справиться с хандрой. У них существует больше атрибутики для борьбы с ней. Достаточно поменять сумочку, добавить на ряд яркий шарф, серьги, брошку, яркие сапожки, купить новые духи. Восполнить ту цветовую палитру, которая ушла от людей вместе с летом. Нужно больше заботиться о себе, уделять время себе и близким. А у рязанцев, оказывается, есть и другие способы борьбы с осенней хандрой. Я в лес хожу, на велосипеде езжу. У меня собачка есть, с ней гуляю. Да вообще стараюсь. Я потом работаю среди детей, инвалидов. Они такие прекрасные дети. Это просто прелесть. И, вы знаете, снимают всю вот эту хандру. Честно говорю я вам. Музыка, выставки, эстетические радости. Лес, грибы, какая тут хандра. Спасибо. Среди прочего назывались занятия спортом. А еще один беспроигрышный вариант – это горький шоколад. Можно его есть, если на это нет медицинских ограничений. Он точно поднимет настроение. Также на пользу пойдут фрукты, такие яркие, как мандарины. Не только вкусом, но и внешним видом они придадут энергии и сил. И, конечно, вкусный чай. Может быть, тот, который вы еще не пробовали. С фруктами или редкими душистыми растениями. От хандры советуют специалисты заниматься спортом. Около трех тысяч студентов Рязанского медуниверситета на этой неделе вышли на зарядку с чемпионом. Как известно, спорт и дружба – это залог здоровья. Юные врачи знают об этом как никто лучше. В федеральных вузах России с начала года активно реализуется проект «Студенты ГТО». Известные спортсмены, видные бизнесмены и яркие медийные люди активно поддерживают студентов по всей стране и вместе осваивают нормативы ГТО. Проект направлен на формирование здорового образа жизни и популяризацию выполнения испытаний комплекса ГТО. Сегодня утром три тысячи студентов Рязанского медицинского государственного университета вышли на зарядку на стадионе «Спартак». Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что мы сегодня единой командой нашего родного и любимого Рязанского государственного медицинского университета здесь. И мы сегодня вместе делаем зарядку. У нас сегодня такой большой праздник. Это зарядка традиционная. Мы уже пять лет вместе с вами осенью традиционно. Вместе в любую погоду. Но самое главное – вместе одной командой выходим и подаем всем пример здорового образа жизни, командной работы. И той теплоты, которая есть в нашем университете, есть в наших сердцах. Это не случайно. Лозунг Рязанского медицинского университета – вуз здорового образа жизни. Ректор вуза Роман Калинин, посол ГТО в Рязанской области. Сегодня будущие медработники занимались под руководством серебряного призера чемпионата Европы, победителей призера международных турниров, чемпионы России под дзюдо и самбо, мастера спорта России международного класса, воспитанника детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Юпитер» Андрея Волкова. Очень приятно видеть такое количество народу. Один известный спортсмен сказал, что если мы не будем заниматься физической культурой, то мы устанем строить больницы. Так что надеюсь, что у нас будет самая лучшая медицина и самый лучший спортсмен и спорт в целом. Зарядка стартовала с презентации нормативов комплекса ГТО, после чего три тысячи студентов приступили к выполнению упражнений с чемпионом, что оказалось не только полезным, но и весьма увлекательным занятием, превратившим рядовое будничное утро в настоящий спортивный праздник. Жители Рязани после выходных были шокированы появлением на оживленных улицах дикого животного. 11 сентября в интернете появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как по проезду Шабулина разгуливает лось. Животное явно чувствовало себя не в своей тарелке и отчаянно пыталось найти более уединенное место. Его видели на Московском шоссе, в Борках, на проезде Шабулина. О судьбе животного до сих пор неизвестно. Прошла информация, что лося застрелили сотрудники Рязанской справительной колонии, но она не подтвердилась. Специалисты высказали мнение, что лось пришел в город, чтобы найти себе пару. Рязанские маршрутки продолжают нарушать правила дорожного движения. На самых бесстрашных участников городского трафика не влияет ни угроза штрафов, ни лишение прав вовсе. Пользователи одной из групп социальной сети ВКонтакте не поленились смонтировать видео записанных с видеорегистраторов автомобилистов. Маршрутчики игнорируют красный сигнал светофора, поворачивают на тот же красный, запрещающий поворот полосы. Разворачиваются через двойную сплошную на активном участке дороги ради того, чтобы первыми приехать на остановку. Продолжают проезжать на красный, несмотря на вероятность аварии. Взбивают велосипедистов, в наглую подрезают других водителей и еще раз проезжают на красный. Видимо, ни одно правило для них не писано. Поэтому стоит еще раз обратить внимание всех автомобилистов. Будьте осторожнее на дорогах города, по ним ездят маршрутчики. Что касается пассажиров маршрутных такси, видимо, ваша жизнь в ваших руках. Просите водителя ездить более аккуратно. И напоследок. Красота и творчество идут рукообруку с развитием человечества. Меняются стили и сейчас во многих странах и городах России появляются музеи современного искусства. Мечтают ли рязанцы погрузиться в мир абстракции, звуков, формы и содержания? Смотрите в следующем материале. Сами горожане говорят, что на данный момент площадок, где можно познакомиться с современным искусством, недостаточно. Что интересно, художники, скульпторы и музыканты подобного жанра в городе есть, а музея нет. Может, поэтому многие горожане затрудняются ответить, какие представители современного искусства родились или живут на рязанской земле. Как вы думаете, нужен ли в Рязани музей современного искусства? Я думаю, что да. Нужен. Современно, конечно. И новые тенденции, конечно. А каких рязанских художников вы знаете? Честно говоря, вот и не знаю. Поэтому бы и хотелось бы узнать. А как же, конечно. Мы сейчас к культуре обращаемся, поэтому нужно. Ну, я думаю, нужен. Чем больше музеев, тем лучше жизнь. А каких современных художников, может быть, вы знаете, если знаете рязанских? Рязанских художников? Рязанских художников? Геннадий Пустовой. Пустовой. Ну, наверное, только одного и знаю. Александр Бабий. Прекрасный учитель рисования. Да. Он же художник. У рязанских художников. Затрудняюсь. Каких художников рязанских вы знаете? Нет, я не знаю. Да, я не знаю. К сожалению, наверное, тоже не знают. Вот поэтому, наверное, и надо. Чтобы все знали своих художников современных, действительно современных художников. Тем не менее, некоторые имена художников прозвучали. Есть в Рязани и другие. Василий Николаев – яркий представитель современного жанра. Известен за пределами России. Его работы появляются на выставках в Европе. Живописец заметил, что там люди порой с большим пониманием относятся к его романтическому импрессионизму и абстракционизму. Там система и образование другая, и дети их с малолетства вводят на выставки. Они там прямо на полу располагаются, смотрят на этих работах, спрашивают у меня. Вот сейчас у меня персональных много там было в выставках. И вот они заинтересованы, они понимают, они разбираются. И вот это понимание, оно, конечно, давало заряд на то, чтобы и здесь приехать, и тоже что-то делать. Потому что знал, что, несмотря на то, что здесь союз художников чисто реалистический до сих пор, это пейзажи в основном, и очень мало там, ну, на чем морды, цветы. А там, возможно, то, что я люблю и то, что я хочу писать. И все равно меня поймут. Василий Николаев начинал с реализма, но это было давно. В основном он привык воплощать яркие эмоции, жизнь, настроение, которые можно уловить, почувствовать, прожить, глядя на его работы. Конечно, его выставки часто проходят и в нашем городе. Сейчас несколько работ расположены в драмтеатре. Но место объединения различного современного искусства в Рязани точно бы прижилось, как, например, в Москве или в Нижнем Новгороде. Там экспозиции меняются довольно часто. Придя в музей, можно погрузиться в небывалую атмосферу, прочувствовать ее и пойти дальше совсем в другом настроении. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на сайте город62.тв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова